Все, тогда перемещаемся, да? На уровень души. 1, 2, 3. Как-то мы турбулентно перемещаемся. Турбулентно? За плотное такое пространство. Уплотненно по этому сферу сказали. Понятно. Тебе подсказали, да? Почему-то уплотненное сильно. Может быть он сейчас как раз спросим на ком он уровне. Может из-за этажности нужна дополнительная защита. А мы в этой сфере будем разговаривать, мы из нее не выйдем. Не будем выходить? Нет. Сейчас узнаем почему. В процессе общения. Очень интересно. Мы как будто не вверх летим, а как-то вниз в сторону. Вниз в сторону? Вниз в сторону? Похоже движение. Прямо когда смотришь за сфера, там как искра от нашей сферы идут. Как будто ты трешься в стенки. то есть у нас вибрации другие чем понятно что то она там плотная плотная атмосфера интересно слушай это вообще может быть где-то какая-то другая планета интересно сейчас узнаем это какая-то другая временная ветка то есть мы даже вообще куда-то 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 нас на волокут интересно все мы приземлились вместе домой на большом поле поле зеленая нет как-то бы желтого цвета как будто там 8 понятно может не тепло хорошо сейчас формусь и да так а вот к нам скачет садник ухты на белой лошади интересно садник на белой лошади в красном этом мундир как мундир потому что же картошка мундир владимир красносолнышко этого у него белые волосы пшеничные вот такого он спешился идет к нам у него заказа поясом как будто бы трубочка как уражок как на дорог от какого-то животные которые дутят то есть он этот рок у него как рок рабочий когда он его дует он может и своих вызвать и создать из него то что он хочет как будто бы он трансформирует да может трансформаторный да очень штучка мощная тракта на волосах у них еще поток и золотистый все он к нам подошел мы в своей сфере мы с ними не выходим владимир святославович здравствуйте приветствую вас вы с миром она пришли конечно только с миром пришли пообщаться с вами сегодня против актова мы земли я знаю что такое земли до мамы оттуда с будущего очень интересен да у нас сейчас 2024 год как далеко вы заскочили уже вот так вот да происходит на самом деле бывает и такое застряло застряло а вы вы на земле это реальность на земле или где-то где-то на другой планете его находитесь мне кажется что я на земле а иногда я думаю что даже может быть это в моей голове я как будто без времени застрял я не могу никуда не двигаться не развиваться создаю только в своем пространстве но с кем-то коммуницируете с кем-то что у меня здесь целый град старин выбираться население а как называют как называется ваш град не первая пошла киев киев какой-то год и такой год каком году 900 и понял и сразу же вопрос к вам если вы не против пообщаться с нами не против говорить каком году вы родились на самом деле чешет вас грудь я не помню уже но плюс-минус туда-сюда а в какое время то есть я так поняла что он ни в одно воплощение ходил поэтому он спрашивает в каком именно время вас интересует ну если бы мы знали бы сами каком времени получается вы можете как любой человек жить в нескольких временных ветках одновременно я так полагаю что то наверно этот вопрос будет не уместны дата вашего рождения она будет весьма такое приблизительно расплывчато потому что он даже у самого нет ответа понятно понятно я как будто бы с одной точке переходил другую с этой точке другую как бы нету все расплывчато ветки так пересекались менялись что перемешанно запутался понятно владимир святославович скажите почему вас назвали в былинах владимир красно солнышко почему такое было имя вам дано красно солнышко очень любил я радовать людей создавал ярмарочные по площади все начиналось рассветом с восхода солнца поэтому и созвучно солнышко какая была религия надо в то время когда вы правили вера религия только что сказал не забыла я с языки язычество сначала сначала язычество манако как овощи у меня будут вопросы связаны с этим чуть чуть позже хорошо первый вопрос хорошо ваша мать действительно ли была ключницей отца святослава это так или нет или ты вымысел моя мать была очень мудрая женщина ключницы это не значит что она ходила с ключами извинила и ученицы это значит что у нее было очень много ключей поточек сна от очень многих дверей эти двери были и двери в между мире и двери подземные миры и двери верхней миры она могла общаться со многим она была ведущая и очень мудрая женщина поэтому мой отец был с ней он слишком был силен ему нужна была такая же сильная властная женщина как она она умела управляла всеми какое имя у нее было такое звали яра яра это настоящее время понятно в преданиях в детстве вас воспитывал воевода добрыня не тот ли это добрыня который по легендам о богатыре носил имя добрыня никитич это он или не он когда говорят что добрыня никитич был славным могучим богатырем и очень добрым это было далеко не так изначально очень суровое было обучение водил нас в поля мы месяцами должны были охотиться учиться выживать без еды то что заработаем сами своим трудом то и ели очень тяжелая школа была но он был мудрый он научил нас выносливости знанию хитрости ловкости меткости меткости глаза и силе руки он был мудрый но сложный характер то есть по легенде это тот самый до добрыня никитич о котором складывались легенды это он я не знаю насчет ваших легенд но со мной был мой ваш добрыня понятно хорошо благодарю правда ли что добрыня был братом вашей матери яры яры он был родной вокруг сводный он был сводным братом не по крови а тот от отца от отца сын понятно хорошо он тоже владел знанием частично как и моя мать это им передалось от рода отца они должны были уметь управлять людьми это было их задач понятно благодарю следующий вопрос почему вы выбрали христианство как религию почему это была очень молодая ветка но она была очень сильно развита мы должны были ее распространить потому что все должно было меняться и трансформироваться в мире без этой ветки без этой ветки не было бы дальнейшего развития по тому направлению которое выбрала цивилизация на тот период времени все княжи должны были учиться жить в этой новой ветке реальности для того чтобы свершилось свершилось то что планировали крестоносцы распространяя эту веру они хотели заполучить власть над всеми людьми главная их задача была управление массами людей сбор денег, казны, пополнения часть конечно оседала у нас часть шла глава крестоносного ордена ватикан нынешний понятно то есть получается так что нам эту веру вернее вам эту христианскую веру навязали правильно я так понимаю мы должны были развивать ее разными методами во первоначально это было очень жестко потому что из людской памяти невозможно выкорчевать старых богов и засунуть туда новых на это нужно было время а у меня этого времени не было так много поэтому приходилось действовать жестко и к моему солнышку в этот период добавилось слово красное из-за крови да цвет крови почему вы тогда повелись вот на это понимая и зная что вы будете только я не мог им противостоять это слишком мощная власть она смела всю русь смела бы просто своего понятно погубила бы весь народ понятно это было указание сверху я не мог ему не подчиниться ясно ясно но теперь понятно это все происходило и мечом и огнем да получается да в этом ну да правда ли что при выборе этой веры вы общались с представителями других религиозных конфессий течение там и так далее или же это было четко навязано вот христианство будешь заниматься этим бизнес-проектом и все не было таких слов раньше как говоришь согласен согласен да ладно извиняюсь только было то что нам преподнесли выбора не было не было никакого понятно нашла одна ветка собирались собора старейших голосовали это было народное собрание великих и постановление великих нам пришлось подчиняться пришлось подчиняться понятно да печально конечно это все слушать сохранить свой народ сохранить ветку ну да выбор там земля выбор был невелик выбора не было по сути моя мать знала о том что это будет она готовила меня к этому и она сказала что я должен буду склонить голову понятно поэтому я был практически готов к тому что придется встать на колени это был это была неизбежность для вас понятно да понятно да вот это самое страшное конечно осознавать что выбора выбора у тебя никакого нет понятно сколько лет длилось насаждение христианство на руси это еще началось при моем отце решение 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 все взвешивалась поэтому мать начала готовить меня к этому более ста лет покорчевывалась вера старых богов и приходили ногу много ведающих матерей и отцов пришлось уничтожить ужас какой много как тогда говорили ведьми пришлось убирать по лесам разгонять многие ушли целыми кланами в леса чтобы сохранить свои знания детей потому что приходилось уничтожать родами никто не хотел подчиняться этой еретической вере люди были против сила старых богов была слишком велика и сломить ее было сложно приходилось вырубать все тотемы вырубать все старые памятники ярмарочные изображения богов все все пришлось перекраивать это было сражение с ветряными мельницами на земле убиралась все сжигалась очень кровавая жизнь владимир святославич а не проще было тогда принять какое-то волевое решение там не знаю собрать народ и сказать либо умрем либо продолжим жить неужели нельзя было это было не только на эти сто лет эта программа разработана на тысячелетия поэтому что такое какие-то сто лет учения для людей чем движения и вот новые ветки развития план был разработан на много столетий вперед мы в этом плане были просто песчинка понятно понятно у вас сожаление какое-то осталось что так так пришлось сделать сожалению когда пришло сознание сознание тогда пришло не сожаление а горечь за то что это вера истинная вера была разрушена да а сейчас там где я нахожусь это мое место и здесь правда только я и в этой праве все мои старые боги ее замаливаю вымаливаю у них прощение каждый день и мой народ тоже да мы каждый день молимся и просим прощения понял спасибо за ответ следующий вопрос правда ли что вы были женолюбцем вас сравнивали с царем соломоном у которого было 500 жен и 300 наложниц это правда ли это вымысел в моей жизни была одна женщина которую я любила ее коварно отравили отравили потом никакие женщины не имели значения одна две три десять двадцать сердце было пусто мне было все равно следующий вопрос убивали ли вы братьев своей жены которую взяли якобы силой себе жены я очень любил они погубили я погубил их но вы погубили их после того как они ее погубили верно да следующий вопрос будучи новгородским князем почему вы решили захватить киевский престол я не решал решали сами нужно было новая земля земля новая земля мы должны были освоить для расширения влияния киевская русс понял следующий вопрос в каком городе вас крестили владимир владимир какое имя после крещения и каким именем воскрестили владимир владимир да понял хорошо есть информация в писаниях что перед крещением вы ослепли а после крещения зрение вернулось так ли это на самом деле было или нет ослепление от того что я заболел перед моими глазами была перена ярости что мне придется отказаться от своей доли веры своего от своей праве я слеп от этой ярости понятно какая страна приняла первое христианство все шло оттуда постепенно постепенно сюда часто пусть все тогда захватывали все больше и больше герой и жигали сравнивали министр ра и постепенно доради себя понятно вы все-таки в душе остались язычникам или же вы все-таки смогли принять христианство в я не вен свои бога сколько лет вы прожили в разных источниках разные идут цифры 73 93 сколько лет на самом деле прошла 1 90 то есть нам задавать сейчас вам вопросы по нашему времени будет не актуально правильно потому что в другом времени вы не знаете информацию что вырезу и реальности не заглядываю ваши мы не пересекаемся понятно ясно тогда тогда вроде бы и все все что хотели мы выяснили основной вопрос у нас были по крещению руси я благодарю за внимание к моей благодарю вас благодарю вас помним да и вы стоите на холме в киеве вы простите меня на себя что-то совершил так я не мог поступить под руку вы не могли до этого уже понимаем не могли спасибо владимир святославович что уделили на время вам крепости духа как мы можем вас отблагодарить за общение скажите просто добрая память мне ничего не нужно я отжил свой мук и сейчас я живу здесь я в достатке просто добрым словом этого будет достаточно но я вас помню до сих пор даже в этих далеких годах прощайте до свидания